Субботнее раннее утро. В Украине уже практически обед. Приехали в зал, в котором будем проводить двухдневный семинар. Сегодня у нас, как всегда, рывок. Завтра у нас толчок-день. Какие-то элементы из семинара запишем для вас, возможно, теоретическую часть, потому что это еще не освещалось. Сейчас познакомим вас с бразильскими атлетами. Скорее всего, эти вентиляторы не дадут нам записать хороший звук, но мы будем стараться. Поэтому извиняйте, если где-то будет плохо слышно. Это не из-за того, что мы так хотим, это из-за того, что такие условия. Сейчас готовлю доску, просто визуальные эффекты, для того, чтобы показать, что такое биомеханика движения и как ее нужно понимать при изучении рывка и толчка. В этом году мы подарили селсменовый сертификат второго уровня, потому что он сертифицированный коч, он полностью знает нашу программу, и он по этой программе ведет курсы в Бразилии, поэтому мы доверяем селсмену к себе. Это интересно. Все проходит хорошо. Ребята, в принципе, неплохие. Есть парочку, у которых тяжело с координацией. Вот, для них. И еще это сложно связать все вместе. Плюс ко всему они спешат. Группа порядка 18-20 человек, что, в принципе, достаточно комфортно, даже при том, что мы работаем втроем, три тренера. Сейчас они отдохнут чуть-чуть, передохнут. Пройдемся еще по тяге и потом уже вместе попробуем соединить это в одно движение. Многие ребята снимают семинар полностью на телефон. Я всегда говорю, что это не секрет, вы можете это делать, это не проблема для меня. То есть я не считаю, что это именно какая-то тайная информация, поэтому всегда разрешаю это делать. В любом случае, возможно, это поможет им потом после семинара восстановить движение, восстановить какую-то информацию и собрать это в кучу. Чувствую, что нужно поправиться карбохидратами, поэтому сейчас пойдем искать АСАИ. Тяжело перейти на здоровое питание, когда ты не знаешь португальского Янкай, ты заказываешь меню просто по цене. Нашел среднюю цену, заказал, а оказалось, здоровое питание не здесь. Приехали в бразильскую школу. Здесь работает жена Селсона Брата. Она нас пригласила провести совместную в розыск с детьми, рассказать им о том, что такое спорт, о том, что такое тяжелатлетика. Почем пообщаться. Поэтому сейчас будет много вопросов, много взрослых детских вопросов, на которые будет тяжело отвечать. При окружающей, при температуре плюс 35 за бортом, наверное, иметь воду в школе это основное правило. Здесь учатся дети, родители, которые платят за это. Обучение стоит порядка 2000 долларов в месяц. Это был старый завод, фабрика по производству тканей. Ее в один прекрасный момент переоборудовали под школу, поэтому сейчас здесь школа. На данном месте мы находимся в библиотеке. Это одно из самых тихих мест, где можно спокойно что-то записать и рассказать, потому что в окружающие, когда выходишь просто в коридор, там просто творится именно шум и гамп. Поэтому сейчас пройдемся, посмотрим, что еще у них здесь есть. Интересно. Показание Сейчас переходим к части номер три. Это будет тренировочная сессия. Начинаем с 50% и ребята, кто-то пойдет до 70, остановится на 70%, чтобы отработать движение. Кто-то по желанию пойдет выше, конечно же, могу помогать. Ребята поднимали сегодня некоторые хорошо, некоторые поднимали плохо, поэтому они будут наказаны и будут поднимать еще и завтра. И завтра мы заставим поднимать всех, если сегодня мы еще как-то так, типа, можете не поднимать, а можете и поднимать. Завтра мы будем давить всех, чтобы они в понедельник пошли на работу и они как бы помнили о том, что у них было на выходных. Я шучу, хотя нет, немножко подсадил горло, надо поесть холодный хасайо, постановиться. А скажи, как тебе зал-то в общем-то? Понравился? Зал хороший, светлый, как всегда говорю, что более живее, энергичнее чувствуешь себя в зале, когда есть свет. Они искусственные. Хорошая площадь, ничего не мешает, ничего лишнего. Единственное, что вот эта вот падла постоянно шумела, из-за этого, наверное, и посадил голос, потому что приходилось качать громче. Но я так понимаю, что лучше с этой падлой, которая шумит, лучше, чем без нее, потому что здесь можно будет свариться в 34-35 градусов. Спасибо тебе! Что-то я после вчерашнего не совсем полностью чувствую свои ноги. Поэтому сейчас будем заказывать пиццу и, наверное, вино. Потому что Немесил не спас вчера. Что-то? 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 Алексей, что-то в очередь! Терезин, смотри, побывай! Гери, побывай! Борги, порто, бомбли, порто, бомбли! Борги, побывай! Хорош! Слышит, как я кислю пиццу пиццы В полчаса я сделаю еще одно для тебя Спасибо, я в порядке Пицца Здесь рассказали, что это комната, так сказать, очумелые ручки У них здесь есть все практически 3D принтера, паяльники, все абсолютно инструменты Для того, чтобы они могли сделать какую-то фигуру Значит, следующим образом, учитель дает какое-то задание И дети за счет урока должны найти решение И здесь в шкафчиках стоят примеры тех работ, которые они делают Комната-кухня, где проводят они уроки В течение вторых уроков они иногда что-то готовят, что смешивают В общем, придумывают какую-то еду, какую-то пищу Здесь есть газовая плита, здесь есть стол, чтобы нарезать Миксеры, блендеры, дети обучаются куховарению Научная комната Здесь животные, жуки, планеты Что-то есть из аквариума Возможно, он там живет В общем, здесь они изучают органы Вон там, почему-то только женщины Друзья, давайте идем Почему мы сидим здесь? Ждем ребят, когда нам откроют ворота, чтобы мы зашли в зал Мы вовремя приехали? Ну, в 8.35 мы приехали вовремя, а вот ребята не совсем Пунктуальность это не самая сильная сторона Слышишь, а как ты думаешь, последний участник во сколько придет? Я не знаю, но я думаю, что минут 20-10 мы соберем полную группу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень важно для качи, для качевого положения Потому что мы должны ротировать наши элбосы быстро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решил поесть борща Тепленького Знаешь, как-то вот Кучится теплого чё-то По-моему, это асаи О, да? Куда-нибудь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ты будешь делать больше, чем я сейчас. Такой достаточно болезненный вопрос. Самые распространенные ошибки. Сейчас буду о них рассказывать на Q&A. Всех посажу, расскажу и покажу. Потому что у меня к этому есть кое-что заготовленное уже. Это позиция ногтей для упражнения. Это очень обычное. Это не только для тебя. Это очень обычное. Поэтому я сделаю видео, после этого я сделаю фото, и после этого я сделаю т-ширт. И я вам покажу. Когда ты делаешь пресс, твоя нога должна выглядеть до 5 часов. Когда ты делаешь упражнения, 4 часов. Когда ты делаешь упражнения, 3 часов. Для некоторых атлетов, это началось до 4 часов, но в период упражнения до 6 часов. Поэтому после этого мы двигаемся впервые, и мы можем прыгать немного. Когда ты делаешь упражнения, когда ты делаешь упражнения, ты не можешь прыгать упражнения. В общем, группа хорошая. В общем. В общем, группа хорошая. Спасибо. Это было удовольствие работать с тобой. Игорь Негода – Спасибо большое! Спасибо Юрий! Спасибо! You and the ball, that's it. When you just start to focus on something and another, done. If the ball was here, you lose everything. I'm Tatiana Buco, Head Coach from Toro Bravo. I had an expectation of the course because I was used to do another technique of lifting weight. It helped me a lot to change my pattern and my vision. With a open mind that we can always build something better. My name is Bruno, I am from Paraguay. Aleki and his team are amazing. The experience was incredible. We learned so much during this weekend. I recommend you if you want to improve your weightlifting skills. You should do this course. Thank you. Thank you. Thank you very much, man. Thank you. for such a great night. We ended up starting a seminar in São Paulo. Today we will do a little bit of dinner for us. In the last proper occupant, we need to train a bit. Therefore, in general, there will be none of this. This day we will leave a little workshop in the middle. в другом зале и потом мы улетаем в Мексику, поэтому покой нам только злится.